всем привет продолжаем видео по созданию инвентаря это не прямое копирование лишь просто создание самой структуры инвентаря то есть я не буду прям делать как там в игре как в резиденты view так запись идет все отлично в общем мы остановились на инвентаре да то есть на кнопки которая нам должна будет по сути передавать значение что мы принимаем в инвентаре персонажа но для этого нам необходимо сначала в персонажа будет прописать те основы но как как минимум некоторые основы так вы помните да мы создали отдельный граф которым будем и создавать всю структуру давайте начнем с такого как begin play нам для начала надо создать всю структуру точнее кнопочку точнее даже не кнопочку создание самого виджета нашего инвентаря так давайте begin play да 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 ты нас материшь да ну окей давайте где-нибудь здесь его и пропишем тогда если у нас скидывает на этот граф прописываем sequence так создаем наш инвентарь для этого давайте создадим а у нас есть она принципе вытаскиваем это инвентарь вытаскиваем отсюда ресайс но и и нет а почему потому что мы не установили рэй так инвентарь у нас должен быть не в единственном числе а в рэй присайс так подсоединяем сюда куда-нибудь поставим здесь мы пропишем сколько у нас ячейк будет ну давайте как вот в игре там 6 вроде бы да вроде да сейчас создаем create виджет указываем название виджета в данном случае это у нас мы инвентарь 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 вот она так и заодно сразу пропишем промоутовый рейбл так виджет так вентарь мы ее записали так здесь прописываем но как бы зачастую не нужно вот get player controller на овнинг player так и по крайней мере пока все теперь переходим граф инвентарь где мы создали и и так мы прописывали клавишу или нет сейчас посмотрим так я потерял input inventory add так q у нас инвентарь это мы на всякий случай прописали так внутри это у нас инвентарьская штучка вот да q то есть вот это нам нужно то есть чтоб персонаж открывал инвентарь так прописываем то что мы скопировали там прописываем здесь flip-flop как говорится туда-сюда чтобы мы нажимали на клавишу и открывалась и закрывалась ну то есть как необходимо скидываем сюда виджет инвентарь который только что мы создали здесь мы будем прописывать от то вьюпорт и соответственно при открытии и при закрытии remove from parent записываем на b так теперь пока сюда принципе можно будет поместить появление мышки get player controller прописываем set set show mouse cursor также прописываем set input game and ui по крайней мере так попробуем галочку соединяем виджет фокус можем подать в принципе фокус это как говорится виллами писано да так мосок можете сделать можете не делать это уже ваше решение здесь это мы копируем сюда устанавливаем здесь мы убираем курсор и сюда тоже прописываем сет input мод ю ай а гейм он ли точнее нам же в игру только то есть мы когда убираем мы удаляем виджет убираем курсор и делаем что мышка работал только в игре на данном случае все но нам еще здесь придется добавлять некоторые действия но пока мы их не создали так теперь как это мы можем закрыть на что ругается таргет все забыл окей гутоля готова теперь вот это действие то есть когда мы нажимаем клавишу нашу клавишу это мы установили как ф вот она инвентарь это называется да вот она инвентарь это можно было какую-нибудь клавишу прописать но я уже прям сразу прописал в основу так скажем игры здесь мы будем пускать на функцию персонажа который мы еще вот здесь должны создать мы ее создаем в интерфейсе вот она вот она мы ее по сути должны ее использовать то есть с помощью нее мы будем передавать и в наш предмет кстати предмет надо переименовать где он почему point почему я point написала непонятно давайте напишем ну как нибудь object будет намного понятнее кубик пока видите он большой это нам не нужно будет но я его просто выставила для того чтобы мы видели физически его так теперь инвентарь мы открываем так вызываем event action inventory вот у нас название теперь у нас action да так мы его не прописали что ли давайте посмотрим так player action structure а как не то player inventor вот так здесь мы player action почему он у нас стоит player action нам то надо другую я ошибся так где он у нас если более четко это штучка должна называться player action и ну да нет структур а я установил как раз таки и ну вот структуру надо выставить так и и мы пока не будем закрывать на всякий случай скомпилим еще раз во все все правильно да вытаскиваем отсюда break то есть мы получаем наши action и айтем а здесь вот аккаунт теперь для того чтобы все это при перенимать можем конечно вот отсюда прям свечу это сразу выскакивает у нас вот смотрите да мы создали вот две так не здесь конечно создали вот создали подбор предмета выкинуть предмет также можно здесь еще какие-то действия добавить я уж не мастак в этих инвентарях все-таки теперь нам нужно прописать сами структуры по поднятию предмета и выкидывание предмета так давайте создадим получается функцию это у нас будет от айтем назовем как-нибудь его здесь у нас будет входящий параметр так его пропишем какая там что он будет равняться это у нас получается вот этот где она снова путаюсь в этих так айтем тайп или айтем дата структуру вот она этом дата структура структур наверно так будет правильно она будет у нас входящий мы из нее то точнее мы в нее будем подавать то есть если мы так сюда откроем если мы его кинем сюда до подсоединение поэтому у нас будет браться вот отсюда так почему она не берется почему у нас структуру чё чё я там нет нету сделал почему они у меня все скинулись или я неправильно выставлял или же они скинулись у меня так первый у нас правильно второй вот как раз таки неправильно так интеджер интеджер все правильно компилим так айтем закидываем то есть мы уже сюда подаем что мы делаем ну и значение у нас зачастую будет единица и то есть как бы там мы уже пропишем то есть количество мы будем прописывать уже в самом объекте теперь будем создавать это и также у нас будет продолжение это у нас обновление данных добавлений так заходим да и прописан ну во первых давайте запишем этот параметр для того чтобы просто быстрее ориентироваться давайте локал перемены напереди запишем его то есть она будет действовать только в этой функции этого локальная перемена куда она пропала потом появилась так 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 и напишем лок айтем далее мы выставим так скажем расфасовочку небольшую которую мы будем делать во первых само принятие далее мы так ну давайте с первого начнем это у нас будет так это у нас первого первых будет проверка то что у нас полное или неполное отсюда мы тоже вытащим промоутеру вере был тоже в локальное сделаем ее так я не туда прописал да да так давайте удалим она нам больше нигде не нужна будет лок как-нибудь а и там напишем тебя у нас полное значение то есть если у нас у персонажа в инвентаре будет полное значение она уже сюда пойдет в трон так пропишем print string напишем full в инвентаре далее пропишем на false давайте-ка это передвинем на вторую sky racing строчку лучше для того чтобы низ продолжать больше снова напишем branch также пропишем промоутовый рейбл сток так в оксток так давайте создадим все таки здесь перемен функцию которая будет у нас ячейки то выставлять так функция название ей дадим чек а это здесь у нас будет входящая это у нас как раз таки а это он сразу выставил все правильно круто точнее это последнее то что мы выбирали вот он нам и нужен будет то есть мы когда будем подсоединять вот сразу можно принципе кинуть мы вот это значение просто сюда передадим но так как мы его записали мы его можем просто кинуть сюда так check item item compile что ты материшься противный не хочет почему почему трогается так все продолжаем здесь мы в общем будем складывать все значения которые получим которые имеется у нас в инвентаре и так далее будем сверять инвентарь у нас есть он вот он давайте доставим его сюда так for each loop to break то есть мы делаем повтор до определенного значения то есть до определенный параметра который мы кстати будем здесь уже это задавать то есть мы будем повторять столько раз и пока у нас не скажет что полный так скажем инвентарь так элемент давайте break отсюда вытащим его здесь нам нужно будет имя и количество и и и так ну стокит это соответственно складывание наших предметов в инвентаре да так выставляем break здесь мы чисто структуру будем которая будет у нас определять так делаем break из инвентаря это вот она и break из входящей то есть мы сравниваем сейчас будем сравнивать наш предмет с предметом из инвентаря можем при так прямо так и написать equal то есть равно равно если имя равно такому то имени же то мы делаем действие также если мы также проверяем стокит если оно также равно то есть то что можно стокать и мы делаем действие так так как у нас имя равно и стокит равно мы это должны объединить клавиши точнее нодой and и мы должны кстати проверить что количество в инвентаре у нас больше так это больше или меньше меньше больше меньше единицы в общем так и объединить с этим то есть или 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 и подсоединяем все break branch точнее так давайте посмотрим если пока это мы можем свернуть теперь мы снова если у нас все это равно тогда мы делаем продолжение branch снова и должны сверить в данном случае мы делаем так наш каунда вытаскиваем отсюда и будем сравнивать то есть больше или равно и здесь кстати мы будем выставлять значения которые максимально у нас должно накапливаться то есть максимально стакиваться точнее складываться допустим если у нас если мы ставим 5 то больше 5 предметов в инвентаре не будет складываться ну или 6 там в зависимости от нуля или это единица ну вроде это единица должна идти так если да мы ничего не делаем если нет то нам надо то нам надо записывать значение нашей ячеечки но но значение ячеечки мы еще не создали да потому что это compile нам надо return нод то есть это у нас конец так выставим ее отсюда здесь у нас будет выходящие параметры это у нас будет интеджер это у нас количество число так я вот даже не знаю как это все прописать в принципе тоже локальные перемены можем прописать локс локс лот айди это у нас будет значение которое мы куда мы будем вставлять какая ячеечка номер ячеечки то есть у нас если 6 где у нас куда мы прописали то только что прописал уже потерялся так так ну в общем мы создали 6 ячеечек вот она да 6 ячеечек и соответственно мы каждую ячейку даем номер так также выходящий параметра это у нас будет ну складываемость предмета также булиновая переменная так тоже пропишем чтобы мы понимали что это дальше будет вот айди так сток тоже пропишем локальную переменную ты даже нажал стекет ну и значение то что у нас полный инвентарь так ну вот мы его конечно уже прописали да вот мог сток его отсюда давайте удалим вот так его тоже мы удалим потому что мы сейчас просто наименование разное везде написали и забыли путаемся так чекает он здесь у нас еще одна тоже булиновая переменную так пропишем в просто full зададим локальную переменную чтобы у нас везде одинаковые имена были могли конечно мы это прописать не в локальные в общее с одной стороны наверное было бы правильнее а вы друзья можете прописать это в общее так теперь на компайл комплит мы записали до выходящие параметры но давайте еще мы должны записать то что у нас уже почти полно полным полно так это количество ячейка то есть у нас ячейки будет так скажем определенным количеством равняться если у нас равняется минус единица либо 0 либо минус единица у нас значение полное и мы передадим сюда это мы удалим так теперь так как мы уже стоке собрали мы его записываем и получается вот отсюда подойдем сюда это у нас даст запись то что предмет может стокаться и и имена схожие то есть все как бы значение мы уже подали и это кстати мы уже завершаем действие потому что если у нас количество больше пяти мы ничего не делаем то есть пять и все мы остановились если меньше мы повторяем действие так думаю здесь все да но скорее всего нет потому что мы еще забыли вот здесь прописать количество ячейка за ячейку то мы забыли прописать вот индекс у нас вот отсюда должен пойти то есть мы из инвентаря наш индекс передаем сюда он записывает ячейка и дальше идет теперь у нас вот такая вот руковина вся получилось это мы создавали для того чтобы по сути создать здесь локальные переменные вот и записывать их также напишем л слотой дейлоков слотой дейлоков слотой дейлок далее лок стекет здесь мы просто передаем значение и записываем их для здешнего продолжения потому что здесь надо будет кроме того что мы складываем мы еще значение сюда должны передавать и то что у нас полная то же самое прописываем локальную переменную продолжаем локку айтем записали так здесь вроде бы все теперь так на branch здесь давайте выставим локку айтем и вот так вот они как раз таки которые создал слишком рано но принципе мы могли идти использовать просто их прописывать я уже решил чтобы они хоть наименование одинаковые были хотя это переменные разные то есть они в разных функциях и они только в функции выполняется так теперь мы выдаем инвентарь с этой айтем давайте посадим на фонс потому что натру у нас там чуть побольше будет ситуация здесь мы прописываем просто значение так здесь айтем с вот айди а этом мы про подаем заодно давайте print string пропишем это у нас будет так пропишем пент чтобы несколько значений да так это у нас так это вот инвентарь и то есть мы добавляем слот в инвентарь так скажем и давайте пропишем на какой слот мы подаем вот так здесь просто мы будем смотреть что подается как она записывается теперь на тру на тру если у нас стокается мы должны это при учете что у нас не стоковый предмет мы просто его добавляем и все даем наименование позиция и количество здесь мы по сути будем тоже давать наименование позиции и количество но будем очень много что сверять так инвентарь тащим отсюда так же set array элемент сразу подключенного немножко выпрямим здесь так немножко сдвинем потому что здесь из инвентаря мы будем выбирать значение так пишем get rf и сюда мы должны подавать значение слот вот айди далее мы берем break то есть получить все значения которые поэтому и будем их и сравнивать заодно и давайте так скажем позицию так здесь мы подаем наше имя ну то есть когда добавляем мы подаем имя количество мы здесь как раз таки будем складывать так интеджер плюс интеджер количество подаем на и количество тайп на тайп сток на сток и так далее но сюда мы должны подать значение который мы создали lock item то есть мы вот перед тем как все это создавать вот мы его значение записали чтобы отсюда не тянуть эти длинные нити мы его записали переменную и сейчас будем вытаскивать из него вытаскиваем break то есть то что мы предмет нашли количество мы кидаем сюда то есть количество в инвентаре мы складываем с количеством которые мы нашли далее мы все это подаем с этой рей она записывает свод айди мы даем свод айди так теперь ну давайте скопируем вот эта штука просто запишем ее сюда здесь мы просто добавим напишем add to slot напишем сток так вот сток то есть мы здесь просто будем понимать что добавляется стоковым и предмет который складывается так здесь мы можно свернуть здесь у нас уже сворачивать некуда вроде бы все необходимо так окей чек 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 вроде все нормально но возможно здесь ошибочки насчет так так насчет фу я вот конечно не уверен давайте попробуем на нолик все таки поставить а потом если что изменим так меньше вроде все правильно и теперь мы на удаление сделаем тоже отдельная функция приму в кайта так сколько мы там уже записываю достаточно давайте друзья продолжим это на следующем видео до скорой встречи пока пока